Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 10-12 ниже нуля, днем 7-9 градусов мороза. Молодая мама Галина Панасенко, юрист по образованию. Но сейчас, находясь в декретном отпуске, она всерьез увлеклась фотографией. Галина посещает специальные курсы и уже даже подумывает о том, что может сменить профессию. О том, как началось увлечение фотоискусством, какой жанр фоторабот ей близок и что в творческих планах. На эти и другие вопросы начинающий фотограф в эти минуты в нашей студии ответит моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Галя. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты согласилась стать гостей нашей программы. Знаешь, почему я так говорю? Потому что я тебя буквально сейчас выловила в коридоре и затащила к нам на запись. Мне понравилось, как ты работаешь. Фотография, профессия фотографа, она мне всегда была интересна. Что же он там интересного, необычного видит? Я знаю, что ты по профессии юрист. Вот ты мне сейчас только рассказала. А как ты увлеклась фотографией? С чего это началось увлечение? Во-первых, хочу вам сказать большое спасибо, что вы меня пригласили в коридоре. Фотография увлеклась давно. Я мама в декрете, у меня двое детишек. Изначально фотографировала детей, природу, давно есть фотоаппарат. Ну, как бы профессионально этим не занималась. Сейчас настало мое время, решила пройти обучение. Обучение прохожу у достаточно известного фотографа, у Кристины Байрамкуловой. Очень ей благодарна, очень интересные уроки, очень информационные. Сейчас у меня практика. Решила попрактиковаться, решила пофотографировать здесь у вас. В фотографии мне очень нравится стиль работы, мне очень нравится работать с людьми, разговаривать с ними, узнавать кого-то нового, узнавать что-то новое о судьбах. Ведь в процессе работы, в процессе общения люди о многом рассказывают. Но пока я на стадии обучения, надеюсь, что я смогу добиться каких-либо успехов. Ты начинающий фотограф, но тем не менее, я так понимаю, что тебя это уже влечет. Да, очень даже влечет. Это значит, что профессию юриста ты оставишь в прошлом? Вот ты для себя это уже решила как-то? Я думаю, что пока я для себя это не решила, но мне хотелось бы заниматься и тем, и тем. Так как я сейчас в декрете, у меня есть возможность заниматься фотографией. Если я смогу обучиться достаточно хорошо и стать профессионалом, то, возможно, и моя профессия останется в прошлом. Тебе нравится постановочное фото? Да, мне очень нравятся студийные фотографии по большей степени. А бывает вот так, идешь, 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 и прям не можешь не сфотографировать? Да, такое тоже у меня бывает, но достаточно редко, реже, чем работа с людьми. В людях я как-то, мне больше нравится работа с людьми, больше нравится фотографировать людей. Все-таки ты больше любишь портреты? Да, мне нравятся портреты, студийные фотографии. А есть уже какая-то любимая работа? Ну, пока я только практикуюсь, и у нас была практика в студии, была красивая модель Елена, и вот ее работа для меня пока что красивая. К сожалению, сегодня ты не принесла фотографии, потому что ты не была готова. Да, я не была готова к этому разговору. Ну, думаю, что в следующий раз наши зрители увидят твои фотографии, оценят твои фотографии. А мне остается пожелать тебе успехов на твоем новом поприще, чтобы эта работа тебе приносила удовольствие. Большое спасибо вам, огромное спасибо, что позвали, что поговорили со мной, мне очень приятно. Спасибо. Всего доброго. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Город Санкт-Петербург представляет. Верхняя одежда и обувь со скидкой до 70%. Только один день. 18 февраля. Город Карачаевск. ТЦ «Аланхаус». Напротив верхнего рынка. Дарите эмоции. 585 Золотой. ТЦ «Аланхаус». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова